Борьба за корону, дружбе не помеха, ломают стереотипы 26 красоток. На главной сцене города девушки хвастаются грацией, ослепительной улыбкой и сверкающими глазами. Это финал конкурса Мисс Барнаул-2022. Участница номер 12 Анастасия Цургова. Участницы готовились целый месяц, дефилировали, оттачивали модельную походку и танцевальные навыки. Сегодня их оценивают зрители и строгое жюри. Какие ощущения? Очень-очень страшно. Я вышла, у меня ноги тряслись. И на самом деле я бы еще раз повторила бы. Вчера девочке у нас была генеральная репетиция. Все очень устали за месяц подготовки. И мне пришлось их немного поддержать морально. Я сказала, что у нас есть финалисты конкурса Мисс России, Мисс Волга, которые никогда не попадали в финал конкурса Мисс Барнаул. Директор Московского модельного агентства Елена Новикова приехала специально на финал конкурса. Она председатель жюри и, как никто знает, как должна выглядеть королева красоты. Нет таких каких-то жестких параметров 90-60-90, к которым мы обычно привыкли. Девушки с хорошей, ровненькой фигуркой, уверенные в себе, которые достойно будут нести корону в течение года и которые будут представляться уже на всероссийских конкурсах. Обладательницей титула Мисс Барнаул в этом году стала студенткой экономического факультета Ксения Амелина. Кстати, самую звездную девушку. На конкурсе выбирала и наш главный редактор Елена Кузовкина. Селедива вдохновилась конкурсом и уже подумывает о дате свою дочь в мир моды. А не страшно вообще отдавать такую сферу? Да, я тоже думала, что это страшно. И на полуфинале я девочкам задавала такие вопросы, стоит или не стоит. Они меня убедили, что это работа, это профессия и большой труд. Кстати, поучаствовать в конкурсе красоты может каждая девушка. За два месяца до старта проходит кастинг в социальных сетях, новостных порталах. Представители барнаульской фэшн-индустрии выберут самых-самых. И кто знает, может быть в следующем году на главной сцене города будете дефилировать именно вы. Валентина Аскерова, Дмитрий Ненисов. День с толком.